Я хочу говорить с вами про серьезные темы, но поговорю сегодня. Сегодня поговорим про подагру, которая реально мучает многих, и молодых, и пожилых. Я скажу четко, что делать, почему это возникает. И я когда-то, мне пришлось с этим разбираться в 26 лет, наверное. В общем, фруктоза, сахар создает большие проблемы в организме. И подагра бывает по разным причинам. Не только по сахару и фруктозе. Если мочевая кислота считается мощным антиоксидантом. И, соответственно, повышенное давление, сильная боль в суставах, подагра, бывает тоже при сильном воспалении. И мочевая кислота ингибирует, такое есть вещество, сложно, но скажу, моноксид азота. И многие стремятся повысить его для снижения давления, защиты внутренней стенки сосудов. И оксид азота это антиоксидант, соответственно, он прям помогает. У больных подагрой обычно сильный стресс от свободных радикалов. И если нет оксида азота, то будут проблемы. И борьба с подагрой это, конечно, снижение количества соли и плюс оксид азота. Это антиоксидант, который супер важен. Фруктоза, сахар снижают оксид азота. Повышайте хотя бы уровень калия, ограничивайте натрий при тяжелой форме подагри. И помогайте почкам теми средствами, которые я называла. Можно использовать листья сельдерея, вишню, артишок, листовую зелень. И вот это все топчик. И могу сразу сказать, что если есть подагра, то здесь одним каким-то методом, одной какой-то супер диетой не справиться. Есть несколько вещей, которые могут создать такую историю. И это имеет место быть. Даже у спортсменов, у многих людей, даже соблюдающих определенные диеты без фруктозы и сахара. Просто помогайте своим почкам. Включайте вот эти продукты, особенно зелень, сельдерей, артишок, вишню. Это может помочь в серьезных таких моментах. И еще один момент могу сказать, что воспаление. Это еще одна причина подагры. На больших пальцах можно проверить. А вообще вы и так это можете на себе ощутить и проверить. Делитесь комментариями под видео. Может у вас есть тоже какие-то свои лайфхаки, которыми вы можете поделиться и рассказать о них для всех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!